Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую. В преддверии весенних праздников, дня Святого Валентина, 8 марта, да и вообще просто в преддверии весны, очень хочется поговорить с вами о таких вот прекрасных, замечательных цветах, которые можно выгнать, заставить цвести в неурочное время. Они являются прекрасным традиционным подарком всем влюбленным, а и от нас мужчинам-женщинам в день 8 марта. И украшения могут быть безвкусные, могут не понравиться, а цветы безвкусными не бывают никогда. Это замечательный, прекрасный подарок. Среди множества различных цветов, которыми мы радуем наших близких, конечно, цветы в горшках, луковичные, они и пахнут, они разнообразны по формам, по фактуре, по цвету, по всему. Являются более предпочтительными. Срезанные розы, гвоздики тоже неплохо. Однако же при их производстве используется огромное количество пестицидных препаратов. Производство этих срезанных цветов никак нельзя назвать органическим. И во некоторых случаях, когда мы начинаем, например, там собирать лепестки, куда-то их бросать в сашелье, не дай бог в ванну, они, кроме того, могут нанести существенный вред здоровью. Это же не пищевая продукция. Там может применяться такая очень сильная и мощная химизация. При этом при выращивании луковичных растений никакая химизация не применяется. Вырастить их очень просто даже и в домашних условиях. Нарциссы, тюльпаны, гиацинты, мускари, крокусы, галантусы. Разнообразие сортов огромное, которое можно выгнать в домашних условиях. Конечно, для выгонки необходимо приобрести максимально крупную луковицу. Вот у меня в руках луковица гиацинта. Максимально крупную луковицу. Взять горшочек. Иногда можно видеть рекомендации по посадке в такие маленькие горшочки. Но это не очень удобно, потому что, когда растение вырастает, оно начинает перевешивать своим весом, перевешивать вес горшочка с землей. И поэтому они начинают падать. Все это не очень удобно. Поэтому возьмите хотя бы одну луковицу гиацинта. Ну, в этот горшочек и три луковицы влезет. И в октябре месяце, в сентябре, в октябре посадите такую луковицу в горшочек. Земля может быть любой. Ну, лучше, чтобы она была рыхлая. Можно даже взять обыкновенный песок, потому что питаться эти растения будут преимущественно из запасов этой самой луковицы. Поэтому, если вы не планируете особенно оставлять эту луковицу на потом, о составе почвенной смеси можно совершенно не беспокоиться. Ну, я беру обыкновенную землю для рассады и высаживаю туда вот эти вот луковицы. Засыпать эти луковицы нужно не более, чем на одну треть. Для того, чтобы большая часть луковицы находилась все-таки над землей. Это предотвратит ее загнивание и улучшит состояние выгоночных растений. Примерно три месяца нужно ждать, пока эта луковица пройдет в состоянии физиологического покоя. Когда там сформируется как следует цветочная почка и когда растение будет готово к тому, чтобы дать вот такие вот красивые цветоносы с цветами. Через три месяца нахождение этих растений при температуре от 0 до плюс 5 градусов тепла, их надо достать и поставить при температуре где-то 12-15-18 градусов. За две недели у вас начнут развиваться листья и начнет развиваться цветонос. Вот он будет вот в таком вот примерно состоянии. Это цветонос и еще две недели примерно понадобится для того, чтобы гиацин в частности или нарцисс достиг полного распуска. Крокусы и мускарики вот у меня здесь есть, они достигают полного распуска от момента появления здесь таких зачатков листьев и цветоносов примерно за 10 дней. Кроме того, скорость появления вот этих вот самых цветков и листьев вы можете регулировать с помощью температуры. При более высокой температуре 20-25 градусов у вас будет очень активный рост, и за неделю любые растения, будь то нарцисс, гиацинт или тюльпан, смогут уже выскочить и зацвести. Но помните, что надо в этом случае их очень хорошо подсвечивать, иначе вы получите бледные, тонкие, желтые такие слабые листья со слабыми цветоносами, которые все время будут падать и клониться. В случае же, если вы держите их при температуре 12-15 градусов, рост у них будет помедленнее, однако растения будут более компактными, более крепкими, и не настолько требовательными к сильному освещению. За то время, пока растения будут охлаждаться, в течение тех трех недель у них в обязательном порядке разовьется хорошая, мощная корневая система. Именно она будет питать эти самые растения влагой, ну, какими-то питательными веществами, если они есть в этом грунте, в который вы их посадили, и будет обеспечивать, соответственно, рост и цветение. Конечно, кто-то скажет, ну, совсем с ума сошел, что же нам рассказывать сейчас, как надо было сажать луковицу в конце сентября или в октябре месяце. Однако зима 2019-2020 года, бесснежная зима, ну, по крайней мере, в нашей зоне, конечно, Урал, там, Сибирь, еще какие-то разные люди из разных территорий нас смотрят, у всех по-разному, ну, у нас, например, в Беларуси зима эта оказалась сейчас совсем бесснежная. Практически по всей республике земля не замерзла, и это нам дает прекрасный шанс выкопать с наших огородов, там, где мы высаживали гиацинты, тюльпаны, нарциссы, мускари, галантусы, ну, весь ассортимент луковичных для весеннего цветения, мы их можем с успехом выкопать. Они как раз уже полностью готовы, подготовлены к тому, чтобы уже расцвести, и только ждут, чтобы погода стала теплой. Эту теплую погоду мы им вполне можем обеспечить. Всего-навсего достаточно выкопать вот такая вот будет луковичка с корнями, поставить ее в горшочек, засыпать ее землей, увлажнить как следует, пролить. Совершенно не беспокойтесь за корни, силы этих корней вполне будет достаточно для того, чтобы обеспечить это цветущее растение всем необходимым. И как следует, как следует, как следует закрыть землей, оставив верхушечку незакрытой землей, утрамбовать, полить, и мы получим вот такую, ну, не вот это отрастет позже, конечно, за по крайней мере 2-3 недели, а мы получим хорошо посаженную, подготовленную к цветению луковицу, которая даст нам замечательное цветение. Кроме того, из таких луковиц можно подготовить красивую, интересную композицию, высадить их в кашпо, положить все это дело в корзинку, поставить красиво, задекорировать и подготовить замечательный подарок. Еще можно успеть даже там в течение недели-полторы к Дню Святого Валентина, ну, а к 8 марта буквально каждый, у кого земля на огороде не замерзла точно так же, как у меня, успеть подготовить вот такой вот замечательный подарок своим дорогим близким женщинам к 8 марта. Это просто прекрасно. Что же делать с этим растением, которое уже закончило свое цветение? Для того, чтобы, во-первых, продлить это цветение, необходимо помнить о тех условиях, в которых эта луковица, это растение находится в нормальных условиях. Днем солнце, тепло, ночью холодно. Весной у нас еще имеется резкий перепад между температурами дня и ночи. И если вы устроите своим выгоночным растением, будь то они куплены в магазине или вы их выгнали сами, вот такое же чередование температур, днем вы их выносите в теплое помещение, любуетесь им, они начинают пахнуть, разносится прекрасный аромат по всей квартире или офису, или где-то еще, где вы ими любуетесь. А в вечернее время заносите их в лоджию, ну, в любое место, где температура будет выше 2-3, ну, 5 градусов тепла. Ну, они даже не замерзнут, если попадут под коротковременный морозик. Не замерзнут, они к этому приспособлены. Но все-таки от 3-5 градусов тепла где-то до 10 градусов тепла. Это будет прекрасная температура для обеспечения их такого замирания и, таким образом, продлевания срока их жизни и цветения. Таким образом, особенно если вы берете крупную луковицу, то вы можете добиться наличия из одной луковицы, например, двух цветоносов. Один отцветет, второй продолжит цветение. Таким образом, эти растения могут вас радовать на протяжении 2-х и более недель. Когда луковица отцветет, растение отцветет полностью, в этом случае вы срезаете цветоносы или вообще, если вы не планируете куда-то дальше девать эту луковицу, просто выбрасываете и только живете за вспоминаниями об этих прекрасных праздничных моментах. Если же вы хотите оставить себе луковицу, то в этом случае, а, надо позаботиться, чтобы грунт был довольно питательным, и, б, необходимо обрезать цветоносы, не дожидаясь их естественного засыхания. То есть, вот такой вот цветоносик уже стоит выкинуть, отрезать. И луковицу оставляете, растение это оставляете на самом ярком свете, которое только есть, чтобы освещение было очень и очень хорошим. Интенсивно подкармливаете. Цветочное удобрение для комнатных цветов, жидкое, разбавление вполне подойдет. Подкармливаете интенсивно, раз, два, три дня поливаете одновременно с такой подкормкой. А дожидаетесь полного отсыхания, естественного отсыхания листьев. Постепенно это произойдет через месяц, иногда полтора, в зависимости от вида и сорта растения. И после того, как все вот это вот высохло, отсохло, вы вытряхиваете луковицу, вынимаете ее оттуда, очищаете от чешуек, которые здесь могут естественным образом не отвалиться из-за таких экстремальных условий выращивания растений. И оставляете луковицу до сентября месяцев в темном, прохладном, проветриваемом помещении, для того, чтобы она не поражалась болезнями хранения, веницелезной гнилью, фузырезной гнилью, многими другими. И затем высаживаете в открытый грунт в сентябре обыкновенным способом. Сроками посадки этих луковичных являются сроки, оптимальные сроки посадки чеснока. Но на самом деле опыт показывает, что если в открытом грунте даже в конце октября или в декабре их посадить, если погода позволяет, то все равно весной будет замечательное цветение. Что ж, я всех поздравляю с наступающими праздниками. И надеюсь, что у вас еще есть время подготовиться к вот такому подарку, сделанному собственными руками. До новых встреч!